В последнее время в христианстве я заметил две крайности или две тенденции именно в христианстве, потому что, вы знаете, что знание, оно надмевает. И вот люди, когда начинают исследовать, чаще всего они исследуют всё спонтанно. И вот если попадается какая-нибудь информация, они постоянно её исследуют и приходят к каким-то умозаключениям. Так вот, в христианстве, я просто готовясь к этой проповеди, походил по, или так сказать, полазил по мировой паутине и нашёл две большие крайности, которые влияют впоследствии на жизнь верующих людей, на то, как они празднуют Рождество, на то, как они относятся к Рождеству. Первая крайность, которая уходит вправо, это склонность к тому, что мы должны жить по библейскому календарю, праздновать библейские иудейские праздники, потому что только эти праздники предписаны Богом к исполнению. И я соглашусь, потому что действительно так, только библейские праздники Ветхого Завета, которые даны были израильскому народу, предписаны к исполнению, сказано, как это делать, когда это делать и зачем это делать. Все, кроме одного, праздник, который мы сегодня с вами празднуем, он не предписывается библейскими иудейскими праздниками. Поэтому, как бы мы ни хотели сделать этот праздник, привязать его к Ветхому Завету и сказать, что этот праздник дан самим Богом в Ветхом Завете, еврейскому народу и нам, мы этого не сможем сделать. Вторая крайность – это та, что раз мы не можем по Библии определить ни год, ни день, ни даже месяц, в который родился Христос, то, может быть, и не стоит праздновать этот отдельно взятый день, а просто всегда в своем сердце праздновать Рождество Христово. Но знаете, чаще всего, когда мы используем слово «всегда», мы подчеркиваем слово «никогда». Когда я говорю «всегда» – это обо всем и в то же время ни о чем. Каждый день праздновать свое день рождения мы не решаемся, есть специальные дни. Каждый день приглашать в свой дом гостей мы не решаемся, есть специальные дни. Есть определенная сила каких-то, возможно, традиций, не всегда они плохие. Мы используем это для того, чтобы сказать миру о Христе. Знаете, в наше время очень странно смотрелся бы христианин, который не празднует Рождество. Да, конечно, весь мир, большая его половина празднует 25-го числа, меньшая его половина празднует 7-го числа, хотя, по сути, это одно и то же, просто григорианский и юлианский календарь. Но христианин, который не празднует ни 25-го, ни 7-го, он очень выглядит подозрительно, потому что, если спросят, а празднуешь ли ты Рождество, я закатываю глаза к небу и начинаю выкручиваться, что да, каждый день, у меня нет специального дня. И в конечном счете человек не поймет, то ли я вообще христианин, или я не христианин. Поймите, что Христос тоже часто использовал традицию для того, чтобы Его Слово принималось лучше. Допустим, все вы знаете, что Христос вышел на служение в 30-летнем возрасте. И я не знаю, задавались вы вопросом или нет, почему Он вышел в 30-летнем возрасте. Он же мог со своими знаниями начать служение из 12-летнего возраста, когда Он был в храме. Он мог это сделать и в 21, и в 25, и в 28. Зачем Христос пошел в 30-летнем возрасте на служение? Да просто потому, что по иудейской раввинистической традиции раввин не мог быть моложе 30 лет. Какими беззнаниями не обладал Христос, выйдя Он на служение раньше, общество, в котором Он жил, оно бы Его не приняло. Поэтому, дождавшись 30-летнего возраста, Он вышел на служение, и к Нему относились, как к учителю. Если вы помните, как называла Его Мария равуни, многие считали Его рабби, то есть раввином по-нашему. К чему я это веду? Я веду к тому, что 25 число, возможно, кому-то не нравится. И действительно, это так. Действительно, Христос не рождался 25 декабря. Я скажу, наверное, страшную вещь, но Он не рождался и 7 января. Я скажу еще более страшную вещь. Он вообще не рождался зимой, поскольку зимой не гоняют стада в поле, и ночью в поле не было никаких пастухов. Скорее всего, рождение Христа было где-то в конце сентября, в начале октября. Но не суть. Если весь христианский мир, которых более 2,5 миллиардов всех динаминаций и направлений, празднует 25 и 7, отделять себя только потому, что мне кажется, что 25 число или 7 приурочено к дню рождения Бога Солнца, зимнему солнцестоянию и так далее, не есть логичным. Потому что именно в этот день мы можем объяснить свои христианские песни. Именно в этот день мы можем объяснить людям, если будут посторонние у нас торжественность нашего стола. Именно в этот день мы можем засвидетельствовать о рождении Христа, чем, для кого Христос, это Санта-Клаус, эльфы и, не знаю, какие-нибудь перёжины. Только в этот день мы можем воспользоваться, как это сделал в своё время Христос, взяв хорошую традицию и обратив её на дело благовествования. Но сегодня мы не будем останавливаться на календарях, на днях, на каких-то обрядах. Тема моей сегодняшней проповеди «Семь чудес Рождества». Чудес, в первую очередь, для меня. Для меня чудо – это то, чего я не могу объяснить. Для меня чудо – это то, чего я не могу доказать. Для меня чудо – это то, что не повторялось никогда. Поэтому те чудеса, которые я выбрал, они не новые. Вы их знаете, но просто для меня они оказались ещё более чудесными, когда я начал исследовать каждое из этих чудес. Постараюсь быть максимально кратким, чтобы вы запомнили суть и забыли детали. Итак, первое чудо – это воплощение вечного. Читаем Иоанна 1, глава, с 1 по 3 стих. Евангелие Иоанна 1, глава, с 1 по 3 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было вначале у Бога, всё через Него, то есть через Слово, начало быть. И без Него, без Слова, ничто не начало быть, что начало быть. Самое большое чудо – это то, что Бог, который ещё был до начала, Божий Сын, который был всегда. Я знаю, сейчас вы подумаете о единородном, к этому мы вернёмся. Божий Сын, который был всегда, принял решение воплотиться, прийти в нашем человеческом, немощном, ограниченном теле для того, чтобы дать шанс каждому из нас. Для того, чтобы помочь нам в наших немощах. Не для того, чтобы оправдать наши грехи и безразличия, а для того, чтобы, будучи в теле, помочь нам осознать наше несовершенство. Мы не можем сказать, что Бог нас не понимает, потому что Он не был, простите нашим языком, в нашей шкуре. Он был в этой шкуре, но без греха. Он постоянно общался, Он постоянно молился, Он постоянно взывал к Богу, при том, что Он сам был Бог. И Библия говорит, что Он был в начале. Без Него, без Христа, ничто не начало быть, что начало быть. То есть любую точку, которую бы мы взяли и сказали, это начало, Христос уже был. Поэтому самое большое чудо – это воплощение вечного. Это не просто какая-то мистификация, это не просто что-то спонтанно придуманное. Человечество сотворённое, человечество грешит, нужно срочно спасать человечество. Нет, этот план был от начала. И Христос сознательно пошёл на то, чтобы мы сегодня могли петь эти песни, радоваться, поздравлять друг друга с этим чудесным праздником. Второе чудо, которое я не могу объяснить абсолютно, которое никогда не повторялось и никогда не повторится – это непорочное зачатие. Матфея, 1 глава, 18 стих. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его, Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого». Чтобы не уйти в лишнее умствование, я даже не буду толковать, просто обратите внимание на слово «оказалось». То есть сама Мария не поняла, как это произошло. Мы сегодня не можем объяснить, как такое могло произойти, потому что мы все люди грамотные, мы знаем, как происходит всё, но это необъяснимо, потому что сам Бог сделал это чудо, которое никогда не повторялось. Если первое чудо никогда не повторялось, второе чудо никогда не повторялось и не повторится больше на этой земле. Третье. Исполнение Духом. Это Луки 1, глава с 39 по 41 стих. «Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в очреве её, и Елизавета исполнилась Святого Духа». Я нигде в Библии не нахожу подобной истории. Чтобы настолько сильной была духовная связь, когда входит будущая Мать Господа, и сидит Елизавета, её сестра, её родственница, младенец в очреве взыграл, и она исполнилась посредством этого Духа Святого. Такого чуда нигде и никогда не было. Что интересно, что автор, используя греческое слово, которое у нас переводится как «взыграл» или, лучше сказать, «запрыгал», но это убогий перевод, он использует это слово, чтобы показать уникальность этого события тем, что греческое слово, переведённое как «взыграл», используется в Новом Завете всего два раза. Я скажу больше, оно используется во всей Библии всего два раза. Первый раз – это когда младенец «взыграл», и второй раз – несколькими стихами ниже, когда Елизавета говорит, что младенец «взыграл» во мне. Всё. Больше нигде, скажем так, аналогии этого слова в Библии не встречаются. Насколько уникальное событие, когда Дух Святой настолько работает в этих женщинах, в их младенцах, что они реагируют друг на друга от голоса. Мария только вошла, и Елизавета, услышав голос, младенец «взыграл», и она исполняется Духом Святым. То есть это тончайшая духовная связь, к которой мы с вами должны стремиться, именно с такой связи с нашим Небесным Отцом. Итак, воплощение вечного, непорочное зачатие, исполнение Духом. Четвёртое. Множество ангелов. Луки, 2 глава, 13 стих. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее». Знаете, воинство небесное чаще всего ассоциируется со звёздами. И я сначала впал в искушение подумать, что небесные светила начали взывать, подобно как Христос сказал, что камни могут славить Бога. Но потом, прочитав ниже, раскаялся, потому что написано, когда пропали ангелы во множественном числе. Поэтому явилось великое множество славящих ангелов. Это действительно чудо, потому что в Ветхом Завете ангелы являлись, но в виде там, не знаю, воинства, на колесницах, на конях, и пророки, и слуга его видели. Но чтобы так явилось воинство и славило целый хор ради каких-то пастухов, это реально чудо. Ни один именитый человек никуда не приедет, если зал не заполнен. Тут просто несколько пастухов. Пастухи, они и в Африке пастухи, вы понимаете, какого рода эти люди, но с чистыми сердцами. И для них специальный небесный концерт, если можно сказать нашим языком. Это величайшее чудо. Пятое. Появление звезды. Матфея, 2 глава, 1 и 2 стих. «Когда же Иисус родился в Ифлееме Иудейском, в одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы». Кстати, я по сей день не понимаю, почему во всех наших сценках их три. Потому что, наверное, золото ладан и смирно, но нигде не указывается, что их три. Но не суть. «Пришли волхвы с востока, хотя правильнее было бы сказать с восхода, но пришли с востока, пусть так, и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Вы скажете, в чем чудо, великое дело. Пришли какие-то люди, увидели звезду, может быть, они просто смотрели на звездное небо. Так вот, если просто смотреть на звездное небо и обладать каким-нибудь калькулятором или телескопом на звездном небе, можно увидеть около двух с половиной тысяч звезд в нашем полушарии и, собственно, в другом полушарии. То есть в среднем, если не брать за преломление горизонта, облачности, дальности, туманности, по всей Земле видно около шести тысяч звезд. Эти люди, смотря в небо, увидели одну. Понимаете, звезда не была таких объемов, как луна у нас в ночном небе, что ее видит весь мир. Именно эти люди увидели эту звезду. Так чудо заключается в том, не просто, что звезда появилась. Некоторые говорили комета, некоторые еще что-то. Я верю в то, что это была действительно чудесная звезда, которая появилась в нужное время нужным людям. Что самое интересное, что, увидев звезду, как пастырь вначале сказал, они быстренько собрались и пошли поклониться Христу. Но это быстренько у них растянулось около полутора лет. И звезда не постоянно им светила, она то появлялась, то исчезала. Мы видим это из того, что, остановившись над Иерусалимом или около Иерусалима, они попали не туда, куда они должны были попасть. Потом она опять появилась и привела их ко Христу. Христос уже был не в яслях, Христос уже был в доме. Как бы там ни было, вы вдумайтесь, небесное светило или просто свет, какого характера была звезда, мы не знаем, на протяжении столь длительного периода времени она то появляется, то пропадает, но пропадает на столь короткое время, чтобы люди, те же волхвы, которые за ней идут, не сбились с пути, не попали в какую-нибудь Месопотамию или Индию, или, не знаю, там в современную Македонию, но чтобы они пришли именно туда, куда им нужно, и остановилась над тем домом, где был Христос. Длительный промежуток времени, за полтора года, плюс-минус, можно родить два ребенка, это может умереть кто-то и родиться заново, этот хороший промежуток времени, но Бог ведет эту звезду, и эта звезда движется, и это, собственно, есть шестое чудо, движение звезды. Откуда мудрецы знали, что это именно эта звезда? Мы же понимаем, что эти волхвы, эти мудрецы, это не левиты Бога Всевышнего, это не первосвященники иудейские, это обычные жрецы, обычного, ну или необычного, но идольского божества, но Бог использует их в свое время для того, чтобы впоследствии мы ставили эти сценки, когда идут три наряженных мужчины для того, чтобы преподнести золото Ладан и Смирно. Появление звезды, это еще можно как-то объяснить, но чтобы она двигалась по заданной траектории, с какими-то интервалами, и когда исполнила свою функцию пропала, это удивительно. Плюс любое движение, оно имеет систему. Эта звезда двигалась бессистемно, она двигалась так, как ей сказал Господь, двигаться. Поэтому первых шесть счет, это воплощение Бога, непорочное зачатие, исполнение Духом, множество ангелов, появление звезды и движение звезды. И теперь, как говорит наш почтенный брат, чтобы не утомлять вашего нежного слуха, мы переходим к седьмому и самому могущественному чуду. Седьмое чудо записано у нас в Галатам, 4 глава, с 4 по 5 стих. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного. Кто читает синодальный текст, вы увидите, что Единородного, на который часто опираются единственники, взят в скобки. В квадратный или в круглый, неважно, в греческом тексте этого слова нет. Это добавленная вставка от переводчиков, поэтому брать слово Единородного и утверждать, что Христос рожден, имеет начало и, соответственно, не Бог, бесполезно, потому что слова Единородного в оригинальных манускриптах нет. Так вот, послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Самое величайшее чудо из всех семи чудес это то, что Бог посчитал нужным, посчитал возможным усыновить меня и усыновить каждого из вас. Недостойных, нерожденных, не покаявшихся в свое время Он уже посчитал. Он уже посчитал родиться, прожить эту короткую, но насыщенную жизнь, провести это яркое, но еще более короткое служение, пострадать, умереть, воскреснуть, вознестись, прислать Утешителя, дать нам этот праздник Пятидесятницы только для того, чтобы я и каждый из вас получили усыновление. И поэтому сейчас, когда мы будем молиться, я хотел бы, чтобы в этот светлый праздник Рождества мы поблагодарили Бога за то, что Он воплотился, мы поблагодарили Бога за то, что все, что Он делает, доказать, объяснить, подтвердить нельзя. В это можно только верить. И в этом заключается божественный замысел. Но самое главное, чтобы мы благодарили Бога за то, что мы усыновлены Богом. И теперь мы дети Его, теперь мы братья и сестры друг для друга. Будьте благословены. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok